В Фокино провели соревнования по стритболу для учащихся средней школы. О том, как прошли спортивные состязания, расскажем в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни – это норма». Стритбол – это специфичная разновидность баскетбола. Игра во многом схожа с известным всем видом спорта, но имеет свои особенности. Количество игроков – шесть человек, трое с каждой стороны, один игрок – запасной. Размер площадки здесь – половина баскетбольного поля. Важный нюанс – численность судейской бригады. В стритболе допускается любое количество судей. В отличие от баскетбола, где все правила строго регламентированы, в стритболе они уточняются перед каждым соревнованием. В нашем городском округе соревнования по стритболу проводят уже не первый год. Ежегодно мы проводим. Только в прошлом году мы не проводили среди взрослых из-за той ситуации, которая в стране. Могу сказать, что играть будем на двух площадках. В отличие от большого баскетбола, здесь площадка ползала. То есть на один щит играют. Играют команды 3 на 3 человека. Поэтому он так называется. Баскетбол 3 на 3. Ну, начался он с улицы. Ну, американское название – стритбол. Соревнования по стритболу прошли в рамках муниципального этапа президентских спортивных игр. Команда-победитель получит путевку на краевой этап состязаний. Стоит отметить, что подобные соревнования нужны не только для того, чтобы пробудить в участниках соревновательный дух и дать возможность проявить себя. Подготовка к состязаниям тоже немаловажный этап. Он требует большого количества времени и упорства. Именно регулярные тренировки способны повысить уровень мастерства спортсменов. Мы приехали играть в стритбол. А вы умеете в него играть? Ну, да, мы тренировались. Думаю, все правила поняли. Для участия в соревнованиях педагоги всегда выбирают тех ребят, которые регулярно тренируются и стремятся занять высокую ступень пьедестала. Некоторые из участников занимаются стритболом и баскетболом достаточно давно и уже успели проявить себя на соревнованиях краевого уровня. Я этих мальчиков учу со второго класса. Сейчас они уже в восьмом. Выбрали лучших и тех, у кого есть соревновательный опыт. Они уже участвовали в прошлом году, позапрошлом. В прошлом не было. И мы вывозили некоторых из этих детей уже на краевые соревнования. Они ездили, когда они были в шестом классе. В баскетбол играю с самого начала, как пришла в школу. Мы сразу начали учить, поэтому играю давно. Почему? Почему не играешь? Ну, потому что он мне нравится, в нем интересно, можно перемещаться, но больше я люблю, конечно, волейбол. А на соревнованиях ты сейчас побываешь? Да, я уже играю третий год за нашу школу. Конечно, настроены всегда выиграть, но не всегда получается. Любые соревнования помогают детям понять, что побеждает не тот, кто более талантлив от природы, а тот, кто упорно работает над собой, придерживается дисциплины. Чтобы стать эффективным игроком в команде, каждому участнику придется прилагать много физических усилий. Только тогда это даст свои плоды. Ребенок станет сильнее и выносливее, научится терпеть и преодолевать себя. Важно и то, что, занимаясь спортом, ребенок осваивает понятие дисциплины.